Утро на Болткоме На середину недели и до окончания 2020 года остается всего лишь 8 дней. В 1888 году, в этот день, Винсент Ван Гог отрезал себе ухо, вот такие страсти. А ровно 120 лет назад, напрямую касается, наверное, всех радиостанций, Реджинальд Фессенд провел первый в мире сеанс звуковой радиопередачи. То есть, можно сказать, радиопрограммам сегодня исполняется 120 лет. Ну и благодаря, может быть, этому событию, сегодня мы можем по радио побеседовать, естественно, по удаленной связи с депутатом Рижской Думы от прогрессивных Мартин Шкосович. Сегодня с нами на связи. Здравствуйте, доброе утро, господин Косович. Доброе утро, очень доброе утро. Давайте, ну вот, может быть, начнем, ну, с одной стороны, доброе утро, с другой стороны, вот масса, вы же пришли, можно сказать, к власти, как раз-таки самые сложные времена для Риги. То есть, вот можно долго описывать, но я думаю, что все знают, представляют, какие ограничения, ограничения работы магазинов, передвижения, масочные режимы. Вот скажите, пожалуйста, ну вот эти вызовы, насколько они были для вас прогнозируемыми, ожидаемыми, и насколько сейчас легко ли работать с Рижской Думой в этих условиях? Да, я сейчас ждал эфира и посчитал, сколько дней уже мы работаем, как новое правление Рижской Думы. Сегодня у нас 83-й день, и да, у вас, вы сказали правду, что когда мы прибыли к власти, конечно, мы уже знали, что будут эти все акценты и такие сложности, с кем мы сейчас каждый день видим на улицах, и видим, что режим беспокоит. Потому что, если вспомним предвыборная кампания, она тоже началась зимой, потом шла весной, думали, что выборы будут весной, потом летом. И этот COVID, с которым мы сейчас встречаемся, он все время был на наших умов, и мы про это весь год уже говорили. Ну, конечно, хотелось бы прийти к власти и делать дела, которые такие хорошие, да, делать всяких праздников, и то, что в управлении умеет делать, да, и думать о будущем городе, инвестиции, о туризме и так далее. Ну, так совпало, что нам надо думать больше о как выйти от этого кризиса. Выйти, наверное, надо думать, как выйти покрепче. И да, и так мы сейчас работаем. Сейчас в Риге очень актуальная тема бюджет следующего года, и в эти дни, и сразу после Нового года, мы будем принимать бюджет, который тоже будет очень трудный. Вот вы упомянули о праздниках. Насколько выделяются деньги, экономятся деньги, может быть, на вот эти праздничные освещения, оформления? Потому что, как правило, каждый год, ну, рижане видели, что то Старо Рига, то город Украшен. Сейчас, конечно, все скромнее, но, тем не менее, вот в парке рядом с радио, в парке Райниса мы видим там установлены очень интересные инсталляции в районах Риги, тоже там всевозможные инсталляции. Хотя, с другой стороны, вот возникают вопросы, когда, ну, вот в Эмонте, в парке даже отключили праздничное освещение, именно из-за того, что пришло людей слишком много посмотреть. Вот как найти эту разумную грань, что нужно ли вообще делать какие-то такого рода привлекающие людей в интересные мероприятия? Да, в этом году мы хотели чуть-чуть удивить побольше людей, которые живут в микрорайонах. Как мы знаем, каждый год наш город очень красивый, старый город, да, как вы сказали, Эспланада, Верман, Паркс. Мы хотели в этом году быть чуть-чуть пооригинальными, по двум смыслам. Во-первых, мы знаем, что в микрорайонах очень, так скажу, скупо каждый год Рижская дума до сих пор работала. И мы хотели как бы удивить жителей Иманта, Золоту, Детейка, Саркандаугов, где никогда не было никаких праздников больших. И мы шесть парков в этом году осветили, если так можно сказать, очень красивыми инсталляциями. Четыре парка сейчас, сегодня, еще работает. Это, если я могу сказать быстро, тогда это Дзейгушкалн, Саркандаугово, Пляунек и Зепнейкалсе. Но в двух парках, вы сказали правду, что было очень много людей. Это была ванна Мойжи и Миманта. И в Тейке, который вообще не ждает столько людей, в Битерной Мэш. Но что мы сделали? В понедельник мы сделали. Мэр города Мартинштадт встретился с полицией, самоуправлением и организатором освещения. И мы договорились, что мы уже в ближайшие дни, наверное, я могу сказать, может, завтра или послезавтра, переделаем инсталляции. Например, в Битерной, в лесу, если эта инсталляция была около 700 метров такой в дольщине, мы его удвоим и сделаем побольше, не так интенсивно. И также в Миманте, там два объекта освещены, мы сделаем их дальше, друг от друга, чтобы наши рижане могли в эти такие темные, слишком темные дни чуть-чуть как бы увидеть, выйти, подышать в свежем воздухе, чтобы все не было так темно. И я думаю, что через... Сейчас уже можно, рижане, ехать и выйти в этих четырех парках, но через один или два дня мы сможем опять во всех шесть парков освещения сделать. Почему мы это сделали? Конечно, потому что мы хотели, чтобы жители микрорайонов использовали это такое свое преимущество, что они в Плямниках может выйти на улицу, посмотреть на эти объекты. Но получилось так, что вся Рига и даже те, которые не живут в Ригу, приехали в Ригу посмотреть, потому что мы знаем, что ничего не происходит, даже не кино, не театры, даже не в магазине не открыты в это время. И, ну да, мы не хотели, чтобы все люди ехали в центр. В этом году тоже центр красивый. Мы хотели, чтобы вся Рига была очень красивая. и, ну, так получилось. В эти трудные дни надо быть такой особенным, оригинальным, чтобы реагировать. Реагировать, да. Реагировать. У нас такие случаи, если видим, что очень много людей, то надо что-то быть готовым менять. И мы поменяем и надеемся, что люди опять смогут выйти из своих домов и посмотреть эту красоту. Напоминаю нашим слушателям, в нашей студии мы сегодня говорим о проблемах Риги, депутат Рижской Думы, от прогрессивных. Мартин Шкосович, вы можете звонить 67212-9399, 67213-9399, задавать вопросы в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Одна из, наверное, ну, таких больших, я понимаю, приоритетов это попытка разгрузить город, ну, вот, больше популяризирован, зеленые виды транспорта, включая велосипеды. Вот что, по вашему мнению, может, ну, сподвигнуть Рижан, потому что понятно, что не всегда вот из-за района удобно добираться на велосипеде, не везде есть дорожки. И самое-то главное, что велосипеды, наверное, сложно хранить дома. Вот у некоторых людей в этом тоже проблема. многоэтажные дома, небольшие квартиры. И вот, что здесь можно придумать, чтобы все-таки людям было удобно пользоваться велосипедом, как видом транспорта? Да, в Вене-Рижане уже окрестили нашу прогрессивную партию как партию велодорожек и велосипедистов. Это, конечно, чуть-чуть так можно над этим с утра посмеяться, но да, мы на выборы шли с такой позицией, что Ригу больше надо открыть людям, велосипедистам, пешеходам, общественным транспортом и чуть-чуть уменьшить то, сколько в центре есть, в городе есть машины. И да, мы уже начали первые шаги делать, чтобы сделать так называемые на время велодорожки. Мы знаем, что так же делают и повсюду в Европе и в Барселоне, и в Брюсселе, и Париже. В этот COVID-период очень много на период делают такие быстрые велодорожки, потому что некоторые люди не хочут ехать с транспортом, не знаю, троллейбусом, трамваем, потому что очень много людей там и хочется быть осторожными. Ну, да, вы сказали правду, что есть не только проблема в велодорожках, есть и проблема, где оставить свой велосипед. Оставить, ну, окей, в центре города еще мы можем оставить в удобных местах, но когда ты приезжаешь домой, ты не хочешь на шестой, седьмой этаж, пятый этаж нести свой велосипед и ставить на балкон. Эту проблему мы осознаем и уже начали говорить, например, с Ригой с Намупарвалнексом, который, мы знаем, что в Рижке Намупарвалнекс живет больше сто, как сто шестьдесят тысяч клиентов. Мы видим, что это очень много рижан, и мы думаем, как можно бы улегчить для людей, чтобы могли эти велосипеды оставить около дома. И это, наверное, будет разговор следующего года, когда мы хотим поменять мышление Риги с Намупарвалнекс, что она только институция, которая обслуживает дома, подает тепло и убирает улицы, но делает побольше, чтобы люди лучше себя чувствовали в Риге. И это одна из таких инициатив, которые мы будем с ними говорить. То есть будут оборудованы какие-то специальные места для хранения велосипедов? Да, это одна из идей, как мы могли эту проблему решать, потому что, конечно, если мы хотим, чтобы люди побольше ехали с велосипедами, только с велодорожками. Это очень важно, велодорожки, потому чтобы школьники могли ехать в школах с велосипедами. Это все важно, но надо подумать, где этот велосипед можно оставить и в школах, и дома у себя. Ну да, потому что у дома, например, те, кто зимой или осенью не хочется оставлять велосипед, который будет засыпать снегом или будет заливать дождем, хотелось бы какое-то укрытие, то есть это все сложная проблема. Но 67212 93 9 Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста, вы в эфире. Доброе утро. У вас в студии велодепутат, это очень приятно. Скажите мне, дорогой господин Косович, когда вводили полосы для общественного транспорта, нам объясняли, это необходимо, потому что в машине едет один, два, ну максимум три человека, а в автобусе ездит 40, 50, 100 человек. И мы, да, автоводители сказали, ну это логично, действительно надо дать приоритет общественному транспорту. А скажите мне теперь, пожалуйста, сколько по вашим велодорожкам полгода ездит людей? Больше, чем в машинах или меньше, чем в машинах? Если больше, то, пожалуйста, у вас какое-то исследование есть, вы можете это доказать? Хорошо, я понял вопрос. Судя по такому иронии, я понимаю, что вот автомобилисты, очевидно, ну, мы знаем, мы получаем звонки очень часто, бывают недовольны вот этим переделом дорог в пользу велодорожек и многие возмущаются. Я понимаю, что это одна из стратегий все-таки Рижской думы, несмотря на сопротивление автомобилистов, разгрузить центр города от машин и даже если это будет кому-то не нравится. То есть, как вы... Конечно, господин, который звонил, он сам не ответил на свой вопрос. Я очень с ним согласен. Конечно, что сегодня на велосипедах едут меньше людей, как в машинах и как в общественном транспорте. Но, конечно, мы знаем эти причины, почему они так и есть. Одна из причин это инфраструктура, которая, если мы посмотрим, как построен центр города, например, два-три года назад, когда была окончена улица Бри-Вибас, там нет инфраструктуры, где находиться этому велосипедисту. И некоторые, которые там есть, они едут там, где надо идти пешеходом и пешеходы себя тоже очень хорошо чувствуют. И еще сейчас есть эти всякие скутеры и мобильные всякие быстрые транспортные и малые такие, которые очень, надо быть очень осторожными. И мы за то, чтобы каждому транспорту есть, каждому виду транспорта есть свое место, где можно передвигаться. И тогда, когда семьи скажут, что они могут отправить своего ребенка в школу с одного с велосипедом, тогда мы сможем сказать, что эта инфраструктура безопасна. Для сегодняшнего дня это не безопасно. И я понимаю, почему люди так мало едут с велосипедами. И, ну, посмотрим, например, на Тейке, Югде, где очень прекрасная велодорожка сделана, мы видим, что там люди едут. Едут как-то до моста Вэфа, а потом уже очень трудно им переехать с этого моста. Потом в центре уже меньше людей на велосипедах. Так жизнь есть. Если нет инфраструктуры, то, конечно, меньше этого транспорта. Если мы весь город сделали, что он очень удобен только для машин, то, конечно, все люди хотят ехать на машинах. Но мы, конечно, очень хорошо понимаем, что самый главный транспорт в городе остается общественный транспорт, троллейбусы, автобусы, трамваи. И, да, это будет такой очень большой приоритет новой власти, что мы будем делать так, чтобы этот транспорт был быстрее и комфортоблен. у нас много звонков. Сейчас еще один примем. Здравствуйте, пожалуйста. Да, пожалуйста. Доброе утро. Доброе. Вы знаете, прежде чем строить велодорожки, необходимо это очевидно изучить, не только изучить, это видно дороги сами. Нельзя, как вы не понимаете, нельзя в Балтийское море запустить корабль водоизмещением типа Титаника, потому что оно мелкое. Улицы у нас узкие. Возьмите Кришбарена, я часто езжу по центральным улицам между велодорожкой и троллейбусной кольей. Поместиться невозможно, поэтому приходится лавировать между трамваем, который сзади сигналит, уходишь вправо, а здесь велосипедист. Но, к счастью, их настолько мало. Вы понимаете, вы изучите это вот. Спасибо, спасибо, я понял. Спасибо, спасибо большое. Просто у нас не очень много времени, чтобы остановиться вот на этом вопросе, но я понимаю, что основные претензии идут от автоводителей, которым становится неудобно в центре города. Вот, если можно, все-таки политика Рижской Думы, я понимаю, на то, чтобы изменить эту ситуацию, чтобы все-таки водители не использовали личный автотранспорт для перемещения вот по центру, насколько я понимаю. Да, так есть правда. и это не только приоритетов, как движется транспорт, но это и потому, что мы видим, что в последние десяти лет Рига, центр города, превращен как бы в таких больших шоссе, и люди больше не хотят находиться на улицах, например, и мы видим, что происходит с малым бизнесом на улице Бривибас, на улице Валдемарс, и на Чак-улице. если вы пройдете через Чак-улице, каждое третье окно будет пустое, потому что бизнес уходит от центра города. Там есть много замысла, почему так происходит, это торговый центр входит в Ригу и так далее, но люди не хотят больше находиться на улицах Риги, потому что это сделаны как бы такие большие шоссе, и мы смотрим на улицу Бривибас, тогда раньше там было четыре полоса, два на каждую сторону, сейчас уже пять полоса, и люди, которые больше не хотят жить на этих главных шоссе, я назову, они перемещаются на жизнь, где жизнь в Баби, в Мару, где жизнь поближе к природе, где поменьше машины, и это тенденция не только в Риге, мы видим, что это и в других городах мира самоуправление думает, как жизнь в городе сделать побольше зеленой, побольше для пешеходов, побольше для малого бизнеса, не только для машин. Вот вы упомянули о том, что Рижане переселяются за пределы города, и сейчас, я понимаю, происходит процесс вступления Риги в объединение самоуправления Рига при Рижье, ну и вот в частности, просто я читал комментарии Вадима Фалькова, который, например, критиковал это вступление, говорил о том, что, ну по его словам, в этом объединении, вот например, нет Юрмала и Бабицкого края, а в то же время ожидается то, что после административной реформы изменится ситуация, и нужно ли это делать сейчас, то есть, ну вот, по его мнению, вот что вы, как вы можете прокомментировать? Ну если мы смотрим, что это надо было сделать уже 5-10 лет назад, еще не надо ждать, почему? Потому что у нас есть совместные проблемы с адыжами, у нас есть совместные проблемы с марупой, например, как делать транспорт общественный, чтобы не было так, чтобы от, не знаю, от Царников и адыжах ехал автобус с дизелем заехал в Ригу и потом ехал там, где едет шестой трамвай, сейчас его называют первый трамвай, и эту проблему, мы видим, что есть параллельные общественные транспорты, которые ходят также и в других самоуправлениях, например, еще одна такая проблема, что делать от детских садов, мы знаем, что люди, которые живут за городом, очень часто едут на работу в Ригу, да, и везет в Ригу тоже и своих детей оставляют, они налоги платят там, но живут здесь, и мы видим, что эти проблемы можно решать совместно, конечно, Юрмала еще не поступила в эту организацию, там сейчас, если я не ошибаюсь, 13 самоуправлений, которые рубежуются с Ригой, но я надеюсь, что в Юрмале мы знаем, что на следующем году тоже будут выборы, и может после выборов будут какие-то изменения, и они тоже будут захочут сотрудничество с Ригой, потому что мы видим, что Рига сейчас главный мотор развития всего нашего государства Латвии, и как хорошо будет развит это не только как город, но весь область нашего государства, так будет хорошо с экономикой и с развитией идти нашему всему государству, и если мы будем сотрудничать, не конкурировать, тогда будет лучше, и таких примеров очень-очень много в отрасли, например, мы конкурируем все время по зарплатам социальным работникам, мы видим, что самоправление, которое рубежует с Ригой, привлечает к себе лучших из Риги работников, но мы видим, что этих всех проблем мы можем решать совместно, не конкурируя все время, не друг друга пробовать обойти, но как мы можем, например, транспорт Риги с Атексами проводить не только до рубежа Риги, но можем ехать и взять пассажиров от Адаши, может от Баби тоже, это дело и можем эффективнее делать. Такие инициативы надо быть место, где обсуждать, и потому есть это общество, которое мы сделали, сразу после выборов, чтобы сесть около стола и говорить остальными самоуправлениями. Будет ли у Риги все-таки более весомый голос, чем у какого-то, скажем, инчукаунского края? То есть может ли Рига отстаивать свои права? Потому что если будут равные голоса, не получится ли так, что маленькие самоуправления могут диктовать свои какие-то желания Риги? Ну это общество, это объединение, где я думаю, что лучше было бы, если решение было принято консенсусом, когда все стороны понимают, что это решение по благу всем самоуправлениям. Это нет такой институции, как дума, где надо голосовать, где есть оппозиция, оппозиция. там это место, где договориться. Это такая общественная организация, которая объединяет. Мы хотим сразу использовать как будто Рига больше, сильнее других, и мы сейчас скажем, как другим самоуправлениям надо бы в себя вести. Если мы пошли с такой позиции, тогда наверное не только Юрмала вышла от такого объединения, но я думаю, что Рига там осталась опять одна. Мы хотим сотрудничать с кем-то бороться. Что ожидать от следующего года? Я имею ввиду продолжение мусорной реформы рижанам, которая все-таки влечет за собой увеличение стоимости услуг за вывоз мусора. Какие еще могут быть изменения в жизни рижан, что может подорожать, а что останется на своих каких-то позициях? Как мы начали эту передачу, я уже сказал, что в следующем году у нас будет все эти проблемы, с которыми мы будем столкнуться. Во-первых, я сказал, это вопрос ковида, конечно, мы видим, что наверное, и в следующем году не все закончится через пару дней, но Новый год тоже начнется с этой проблемой как номер один, но сейчас мы планируем бюджет Риги и мы видим, что увы, правительство Латвии сделало так, чтобы бюджеты Риги было меньше, чем в этом году. Мы знаем, что нам надо будет сократить бюджет. Почему это? Потому что если раньше 80% от налога доходов вшла в бюджет самоуправления, в Ригу, то сейчас только 75% от этих денег пойдет в наш бюджет. И это значит, что в следующем году наш бюджет будет 20-30 миллион меньше, чем в этом году. Но мы понимаем, что есть где сразу найти резервы, чтобы удалить большие сокращения. И мы даже думаем, что мы сможем в следующем году улучшить в городе. И сразу мы выдвинули такие три приоритеты. И наша партия прогрессивная когда шла в выборах, мы сказали, что мы партия, которая считает себя как социал-демократов, мы хотим инвестировать не только в асфальт, в инфраструктуру, что тоже, наверное, надо делать. Я это почувствую в следующем году и Рижане, что мы будем инвестировать в инфраструктуру, но мы будем инвестировать и в людей. Если раньше говорили, что зарплаты учителям, социальным доработникам это как бы выплата, то мы говорим, что это инвестиция. И эта инвестиция мы в следующем году хотим поднять немножко, но начать показывать эту тенденцию, как мы повышим зарплаты учителя детских садов и работников детских садов. И следующий у нас приоритет как мы можем повысить зарплаты и вообще программы в социальной политике, социальным работникам. Если в этом году даже упало от обычного бюджета около 6% уже стало только социальный бюджет, мы хотим за эти четыре года поднять социальный бюджет до 10%, чтобы Рига была больше социально ответственная. И это и есть наши приоритеты в следующем году. Это социальные работники, это зарплаты детских садов учителей. И третий приоритет это будет инфраструктура. Мы видим эти два моста, которые вешаются не знают на чего уже держатся Брасос мост и Тегловский мост. Мы нашли деньги как туда инвестиции класть и в следующих годах очень большие инвестиции планируются в Реал-Балтике. Проект, который, наверное, можно назвать такой проект инфраструктуры самый большой за последние 30 лет Риги. И это возможность, конечно, для Риги, это возможность для рабочих мест, это возможность для инвестиций, но это будет, конечно, увы и проблемы для Рижан, потому что мы уже в этом году начали перемены строить инфраструктуру около железной станции главной, железной дороги. наверное, в следующих годах Рижанам надо быть очень таким, надеюсь, позитивным смотреть на то, что, наверное, будет очень большие ремонты в центре города, пар долгами. Да, это такие самые большие приоритеты. Но Рейл Балтика, как она изменит жизнь города, что она даст, вот именно, какие новые возможности открывают, не затронет ли это рынок, вот центральный рынок, многие волнуются, и как изменится, может быть, движение транспорта, вот из-за этого? Конечно, весь проект будет делан постепенно. Мы видим, что весь проект будет реализован даже в 5-7 и некоторые даже до 10 лет, в течение 10 лет. И там есть очень много возможностей, начиная, что мы будем, как, если мы эту железную дорогу будем строить только для пассажиров или для грузов, и мы можем сделать такое соединение с портом, что сразу даст такой новый толчок рижскому порту, где развиться. И да, конечно, будут такие трудности, которые вы сказали, но если будет большое строительство, то, конечно, эти удобства движения и транспорта будут поменьше, да, и это есть такое вещь, которую надо, наверное, нам очень много коммуницировать, рассказывать, где будет сложности, где будет сложности ехать на сторону Иманта, где будет сложность, да, как вы сказали, около рынка, весь этот большой площадь, которая около 30 январа улицы и так далее, это все будет такая большая стройка, скажем, как и есть, но мы понимаем, что после этого все ремонта мы сможем употреблять и даже больше мы сейчас не говорим столько с Риал-Болтиком, мы говорим вообще с Атексом, с министром, который мы знаем, что от следующего и после следующего года пассажир Вилценс покупает новые поезда, которые будут наконец-то, не будет больше этих старых советских поездов, мы хотим, чтобы эти новые соединения, которые будут идти в Уогра, Юрмал, Сигу-Уда-Цесис, чтобы рижане тоже могли использовать эти поезда удобнее, как они сейчас это можно. Мы хотим, чтобы от юглы человек может 15 минут приехать с поездом в центр, в центральный вокзал, выйти от центрального вокзала, где будет наконец-то сделан ремонт, знаете, на этой площади не будет больше, не надо людям больше идти через эти туннели, которые там в 70-е, 80-е годы были сделаны, которые очень людям очень недоступны и старым людям, и детям, извиняюсь, женщинам, с детям, семьями, инвалидами. И да, мы хотим, чтобы железная дорога, которая в Риге никогда не была использована хорошо, мы хотели, чтобы эта железная дорога была одним из таких центральных толчков, которые могли использовать с Рижаной. Когда будут новые поезда, тогда мы надеемся, что появится еще больше возможностей людям ехать в общественном транспорте. Вот если говорить о микрорайонах, сейчас, конечно, возникает очень много проблем, что негде, например, припарковать машину у людей в районах, и они не были рассчитаны на то, что в каждой семье появятся машины, когда они строились еще в советское время. И есть еще одна проблема, которая тоже часто затрагивает слушатели нашего радио, то, что из-за того, что разделенная собственность, много частных нарезанных, во-первых, земля была нарезана между домами очень непропорционально, и возникают моменты, что какие-то детские площадки остаются у одного двора, мусорные контейнеры остаются у другого, и вот это вызывает прямо буквально войну между этими домами. Вот эти проблемы, которые тянутся годами, можно ли их когда-то решить каким-то волевым решением? начиная работу, придя в Ригу, это мой первый созыв, мы начали говорить о дворах с управлением города, людей, которые работают, и начиная говорить, у нас очень много сказало, почему ничего не можно делать, почему мы не можем собрать эти дворы, почему мы не можем поставить скамейки, велод, как я уже сначало где поставить велосипеды, мы не можем собрать эти площади, где мусорники находятся, и такие вещи, как просто сделать нормальные тротуары и так далее. Вопрос не только в деньгах, вопросы, как вы сказали, что говорит, что самоуправление не может вкладывать деньги, которые может не его имущество, это имущество может какого-то предпринимателя, который скупил там землю, или рижане, которые приватизировали эту землю, сами жители. Эту проблему мы начинаем сейчас очень ставить на приоритеты и говорить. В эту неделю я говорил с мэром новым городом, с бюром мэром, как мы можем эту проблему решать, потому что, по моему мнению, это просто такое, если посмотреть, что Рига делала последние 10 лет, тогда Рига публичные деньги от бюджета могла вкладывать, например, это хорошее инститиво было, в приватные дома в центре города, чтобы сделать карм, как это по-русски сказать, чтобы ремонт домов выглядел хорошо. реновация домов. Да, мы Рига вкладывали деньги в частную собственность. Если сделать программу, чтобы это могло быть решено, тогда это возможно, но нам все время говорят, что это невозможно, что мы деньги самоуправления не можем вкладывать в кого-то в самоуправлению. Это вопрос в следующем году мы думаем активизировать и думать, как решать, потому что мы видим, что многие дворы проблемы не были решены после советского времени, ничего вообще не происходило. Только в домах, где есть объединение, где была реновация, это могло произойти в другом дворах. Кажется, что жизнь остановилась 20-30 лет назад. к сожалению, у нас время закончилось, а мы столько вопросов не успели обсудить. Депутат Рижской Думы от Прогрессивных Март Инж Косович сегодня был с нами на прямой связи. Большое вам спасибо, господин Косович, и надеемся, что вы примете в дальнейшем участие в наших программах, и мы сможем продолжить обсуждение вопросов актуальных для рижан. Спасибо, хорошего дня и хорошего праздника всем. Спасибо, до свидания. До свидания.